Пусть P — простое число, которое дает остаток 1 при делении на 4. Оказывается, в таком случае уравнение x²-Pg² равняется минус единице, имеет решение в натуральных числах. То есть уравнение P — x²-Pg² равно плюс единица. Конечно, всегда имеют решение. Такие A и B существуют. A больше единицы, A в натуральные числа. Оказывается, и минус единицу тоже можно получить. Разумеется, возводя в квадрат стандартным образом из минус единицы получается решение для единицы. Но вот минус единицы есть. Каким образом это доказывать? Очень легко. Во-первых, по теории уравнений P — в такие натуральные числа A и B. Давайте из всех таких решений возьмем с наименьшим возможным A. Если число B было бы нечетным, то P умножить на B в квадрате давало бы остаток 1 при делении на 4. И это означало бы, что A в квадрате должно давать остаток 2 при делении на 4. Но такого не бывает. Потому что если A четное, то A в квадрате дает остаток 0, а вовсе не двойку. А если A нечетное, то остаток 1. Такого не бывает. Значит, число B четное. И наоборот, число A нечетное. B — это 2Y, A — 2X плюс 1. Четное и нечетное. Подставляем в наше уравнение. A в квадрате минус 1 равняется B в квадрате. То есть 4X в квадрате плюс 4X — это 4BY в квадрате. Сокращаем на 4. X умножить на X плюс 1 — B в квадрате. Но числа X и X плюс 1 взаимно просты. Поэтому есть два варианта. Либо число P является делителем числа X, либо число P является делителем числа X плюс 1. В одном случае X — это PR квадрат, X плюс 1 — это S квадрат. В другом случае X — это R квадрат, а X плюс 1 — это PR квадрат. Но в первом случае мы получаем опять решение уравнения Белли. И при этом у нас, разумеется, S меньше, чем A. Но это видно, потому что даже S квадрат меньше, чем X, а X меньше, чем A. Значит, мы просто взяли слишком большое решение, а надо было взять решение, где первое число поменьше. Это не годится. Во втором случае как раз R квадрат... Во втором случае как раз R квадрат минус PS квадрат — это минус единица.